Ну что ж, мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков о наших российских футболистах, выступающих за рубежом. И сосредоточимся на Алексея Миранчуке, который провел великолепный матч против Пармы. Отметился забитым мячом, а также двумя предголевыми передачами. И в результате помог своей команде обыграть Молочников со счетом 5-2. Кстати, в результате этой встречи Парма окончательно и бесповоротно вылетает в серию B. Вот такие вот пироги. И вот на фоне всего этого мне стало интересно, а что же пишут итальянские фанаты, поклонники Аталанты касательно игры Миранчука в этой встрече. На сайте inoprosport.ru были собраны самые интересные комментарии на данную тему. Ну а я сейчас, с вашего позволения, зачитаю вам перевод этих мнений для нашего общего ознакомления. Поехали! Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания BaltBet, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте BaltBet, то получите бонус, 3 бесплатные ставки. Так что дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Ну а мы переходим к разбору комментариев. ММФа написал, Миранчук по-прежнему играет мало, но он вырос как футболист и забивает голы. Ну для Миранчука это был уже седьмой мяч за Аталанту в текущем сезоне, поэтому да, в плане результативности Леша хорош. Найтвич. Кстати, респект человеку за такой замечательный ник. Давайте в оставшихся матчах больше доверимся нашим славянским парням. И Малиновский, и Ильичич, и Миранчук показали сегодня прелестный футбол. Особенно я бы отметил россиянина. Он кажется несколько легковатым на фоне защитников серии А. Но какие же у него ноги? Каждое его касание это потенциальная голевая передача. Ну прям славянское трио получается. Ну а касательно обострения Миранчука, он сделал еще три отличных передачи на Мехле, Мрелле и Фройлера, когда те тоже могли забивать мячи. Но, к сожалению, не сложилось. Поэтому да, Миранчук постоянно создает опасность. Гинке написал, мне нравился Миранчук с самого момента его прибытия в клуб. Но теперь он начинает просто приводить меня в восторг. Позвольте ему еще немного подуспокоиться, отточить навыки при помощи нашего умелого тренерского штаба, и парень станет настоящим чемпионом. Ну что ж, дай-то бог, будем в это верить. Главное, чтобы тренерский штаб побольше доверял Миранчуку. Passedouble написал, у Миранчука волшебные ноги. В следующем году мы будем разбалованы выбором игроков в атаке. Но если они будут так разбалованы, то, увы, это может сказаться негативно на игровом времени Миранчука. Баря 66. Мне такая же мысль пришла в голову. Какой же у нас великолепный состав? Ну, в плане глубины состава таланта чуть ли не лучшая команда Италии. 95.Franc написал, в следующем сезоне, как мне кажется, игрового времени Миранчук будет получать значительно больше. Ему присущ высокий класс игры. Он видит поле и очень умно передвигается по полю. Но это, в принципе, отличительная черта всех игроков команды Гасперини. Ну, посмотрим. Хочется верить, что в следующем сезоне действительно будет побольше игровых минут у Миранчука. На эту тему и следующий комментарий от Моретто, который написал, Миранчук станет одним из главных оружий в нашем арсенале на следующий сезон, хоть он еще и весьма молод. Миранчук, как всегда, был очень хорош. Жаль, что мы так мало его видим. Но, что правда, то правда, Гасперини иногда даже на замену не выпускает Миранчука, как, например, в предыдущей встрече серии А. Саботео Групп. Каков потолок у Миранчука? Я считаю, что его нет. Он может развиваться до топ-уровня. Девер написал, возьму на себя смелость сказать, что Миранчук великолепный футболист, не только основываясь на статистике, но и глядя на его желания, его талант и личностные качества. Ну что ж, приятные оценки от итальянских фанатов. Хочется верить, что дальше Миранчук также будет их радовать и будет радовать и нас своими успехами в Италии. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.